Приветствую вас! Я попробую дать какую-то оценку того, что вы написали, просто потому, что другие эксперты достаточно негативно высказались по поводу того теста, который вы привели. Поддерживая своих коллег, в общем и в целом, как бы, интерпретация работы тестов, я все же отдаю себе отчет в том, что вы пришли за какой-то такой конкретной, если не помощью, то хотя бы за конкретной подсказкой относительно моего запроса. И постараюсь вам все-таки дать обратную связь на этот самый запрос. Значит, первое. Вы пишите, значит, что жена при себя. Вода-ромашка. А вода-ромашка – это женское начало. То есть, вода – это вообще женское начало. И не яйца. То есть, мягкая, такая податливая, но в то же время не склонная к жатию. Да? Вот. Ромашка – это, вполне возможно, ваш любимый цветок или то, чем вы себя официруете. То есть, такой легкий, красивый, по вашему мнению, цветок. А лев – это либо знак зодиака, либо то, как вы себя ведете. То есть, именно лев по характеру. Да, это такой вот склонный к лидерству. Это такой, собственно говоря, упрямый. Да, это такой вот авторитарный. Может быть, шесткий иногда, но старающийся быть справедливым. Вот. Накачанный мужчина. Ну, собственно, как бы четвертый пункт, он идет, как бы, продолжением третьего. То есть, если первый лев – это какой-то такой вот, можно сказать, общий посыл, то четвертый пункт – это уже более конкретизированный. То есть, вы чувствуете себя сильной, может быть, со своим мужем. Вы чувствуете себя, может быть, более мужчиной, чем вам хотелось бы. Опять-таки, из-за того, что в третьем пункте вы ведете себя, как лев. И если вас это положение не устраивает, то тогда вам нужно учиться быть более слабой. Тем самым, позволяя мужу принимать на себя часть ответственности больше проявлять свою мужественность. Дальше. То, что вы говорите про мужа, игрушка, болванчик, качающийся, это может быть такой инертный, не особо умный, да, большой-то взрослый ребенок, который, в общем-то, склонен плыть по течению. Это то, что вот вы можете вкладывать в это понятие. То есть, если даже форма, понимаете, вот интерпретация, да, то есть, обличение смысла в форму, оно может быть какую-то. То есть, я-то не знаю, какую мысль вы вкладывали в это, я-то не знаю, что именно стоит за вот этим определением. Но сам посыл, как можно более общий посыл, он именно такой. Игрушка-болванчик, качающийся, то есть, такой вот несерьезный, наверное, да, такой ребенок, который вот не особо такой твердый, не особо такой уверенный в себе, по вашему мнению. Далее, сорняк наглядки, это, ну, может быть, не складный, может быть, не очень красивый, может быть, лишний, может быть, не вписывающийся в какую-то картину. Кстати говоря, в картину, в картину чего? В картину вас, то есть, вашу картину, которую вы сами себе, например, нарисовали, относительно вашей семьи, например. Или что-то еще. Не очень этот момент понятен, но тем не менее. Сорняк наглядка, это всегда что-то личное, что-то нескладное, что-то выбивающее из общего ряда. И это требует, на самом-то деле, пристального внимания, потому что сорняк – это всегда индивидуально. Сорняк – это тот, кто не похож на других. И не похожа на других далеко не всегда стоит воспринимать, как что-то негативное, вопреки расходному мнению. Дальше, суслик. Это тоже, надо, достаточно непонятно, в каком ключе вы описываете, да, то есть, я не особый специалист по животным, но, понятно, что суслики, они вообще ведут себя достаточно специфично. Разве стороны спрячутся, в другой стороны они стоят, наблюдают. Может быть, это одно из них, что ваш мужчина, как бы, предпочитает сторонние наблюдения, скорее, да, нежели чем вмешиваться с открытого что-то. И ваш мужчина, может быть, достаточно неуверенный, по вашим мнениям, в себе, и в случае опасности может спрятаться. Суслик, может быть, может использоваться и в какой-то другой интерпретации, например, в том, что внешне похож на грызина, или, там, как-то еще, но здесь уже зависит от того, что именно вы вкладываете в это понятие. То есть, я надеюсь, в этот момент вы их для себя правильно поняли, в моих словах. Четвертое, это, наверное, скривляние, несерьезность, несерьезность, посмешище, может быть, дискредитация. Актер, это, ну, как вы знаете, вот у него роль, да, придурка, идиота, неадеквата, которого вообще сложно воспринимать как-то всерьез. Может быть, в этом ключе вы используете данное слово. Может быть, вы имейте в виду, что у вас же будет хорошее чувство юмора, но это уже, наверное, вряд ли. То есть, вообще говоря про музе, у вас достаточно негативное осуждение идет по этому тесту. Далее, мы же про себя. Камень, то есть, твердый, где сидели вас камня на земле, это, значит, что он непоколебимый, устойчивый к ветрам и так далее. Ну, соответственно, хороший любовник, хороший сексуальный партнер и человек, который улыбается. То есть, просто улыбающийся мужик, это, ну, такой, знаете, вот простоватый такой парень, без каких-то доморочек, у которого есть улыбка, то есть, смотрящий на мир позитивно. Далее, мужчина считает вас морем, то есть, вы для него бескрайние просторы. И, собственно, это может быть означает, как и то, что он в вас теряется, это может означать, ну, с равной долей, и то, что ему нравится восторновать. Нравится, что вы для него бескрайний простор. Дальше, значит, бьющийся плющ на доме. Бьющийся плющ на доме может, опять-таки, быть как в позитивном ключе, то есть, то, что вы сцепились, обвили его и держите. Либо негативном ключе, то есть, то, что вы, например, сжимаете, давите на него. Коровка. Коровка вообще-то не очень понятна, потому что, что значит коровка? То есть, коровка это пятнистая, а если больше коровка, то это просто насекомое, какое-то мелкое, мелочное и так далее. Если коровка большая, ну, в смысле, корова обычная, только маленькая, то это точно какой-то одному мужчине, наверное, известно смысл, потому что, ну, непонятно просто, что есть коровка. То есть, коровка, это может быть даже конфета, коровка. Правая просто получается сладкая и так далее. То есть, тут вот нужно уточнить. Девочка в сладке с классичками, не улыбающаяся, довольно хмурая. Это последняя интерпретация как в том, что для мужчины вы девочки, ну, это логично, с учетом того, насколько у вас разница в возрасте. Но при этом, наверное, он многие ваши слова воспринимает как каприз, детский каприз. А при том, что вы не улыбаетесь и довольно хмуро. То есть, вы его немножко пугаете, вы его немножко напрягаете. Как бы он опасается, побаивается вас. То есть, вы для него ребенок, но ребенок так вот, достаточно серьезный ребенок. И, резюмируя, хочется сказать, что, ну, вообще, говоря, вы к мужу относитесь куда более негативно, чем он к вам. Возможно, вы видите себя более реально, чем он себя видит, потому что, ну, слишком уж это как-то, знаете, ну, слишком классическому видит себя. Работает камень, вот это все. Это слишком классический. И самое главное, что это очень разница с тем, что вы о нем думаете. Значит, вы относитесь к мужчине более негативно, на себя смотрите более реально. Мужчина, скорее всего, видит себя тем, кем он хочет видеть, но кем он не является до конца. И мужчина более реально смотрит на вас тоже. То есть, вполне вероятно, что каждый из вас другого видит таким, как он есть, потому что это взгляд со стороны. Но вот в плане взгляда на самого себя, у вас в этом позиции, мне кажется, более реалистично, чем у мужчины. Вот то, что я могу вам сказать, исходя из вашего теста. Что можно порекомендовать, только более реально смотреть на мужчину, с учетом всех рекомендаций, которые я дал. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.